В Москву на съезд приехали врачи, которые занимаются сравнительно молодой областью хирургии, интервенционной кардиологией. Новые методики позволяют оперировать пациентов, страдающих тяжёлыми заболеваниями сердца и сосудов, малотравматичными способами. При этом почти сразу после операции человек может возвращаться домой. Людмила Моисеенко подробнее. На груди не болит, не давит, не жмёт. Воздух уплотает. Хватает. Говорить с больным во время хирургического вмешательства норма. 6 из 7 операций на сердце в кардиологическом центре Тюмени делают без разрезов. У этого пациента показатели уже в норме. Всего 10 дней назад его привезли в клинику с инфарктом. Но лежать в палате долгие недели, как это было раньше, ему не придётся. Отпускают домой. И по 60 дней лежали больные, и по 40, и в мою память даже по 90 дней лежали. Хирурги в Москве предупреждают. Главные враги невидимые. Их, как правило, находят случайно. У одного из пациентов обследовали почки. Опасность оказалась рядом. Это пациент с аневризомой подвздошной артерией. Подвздошная артерия – это крупные ветви брюшной аорты. Вот её две ветви. Правая и левая. При ультразвуковом исследовании по поводу подозреваемой болезни почек обнаружили патологическое расширение в области подвздошной артерии. Аневризма – это как мина замедленного действия. Неизвестно когда, но наверняка разорвётся. Минимальными и точными движениями эндохирург, как сапёр, проводит обезвреживание. Через маленький прокол вводит протез артерии. Операции с малой кровью для медиков уже рутина. Съезд обсуждает новые технологии. На смену металлическим протезам, к примеру, вскоре придут другие. И тогда о работе хирурга уже ничего не будет напоминать. Сейчас мы имплантируем стенты, которые остаются на всю жизнь. Но в настоящий момент уже готовы новые протезы из пластика. Временные стенты откроют артерию, будут держать её несколько месяцев, а затем исчезнут. Артерия же останется открытой. Доктора с трибуны говорили о грядущей революции. Она предстоит в лечении гипертонической болезни. Идёт разговор о том, что современное вмешательство на специальной нервной системе может дать возможность лечить тяжёлую гипертенцию, артериальную гипертенцию. Смысл новой операции – разрушение с помощью катетеров нервных окончаний. Тех, что отвечают за выработку гормона, который и повышает давление. Это может повернуть лечение гипертонии совершенно в другое русло. Вместо прибавления с годами количества таблеток, наоборот, уменьшение или полностью избавление от зависимости от таблеток. Пока проведены первые клинические исследования. Но результаты, по мнению Международного сообщества хирургов, очень обнадёживающие. Людмила Моисеенко, Елена Штоколова, Борис Леонов, Ольга Перковская, Антон Гладышев. Первый канал.